МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Минский облсполком, за что им от нас низкий-низкий-низкий полком. Спасибо. Итак, как я и обещал в прошлой нашей программе, мы продолжаем серию игр для областного Дворца творчества детей и молодежи, флагмана дополнительного образования всей нашей Белоруссии. О чем говорит доска на республиканской доске почета в Минске? Мы даже там есть. Ну а в прессе, в телевидении я даже об этом и не говорю. Итак, мы решили не выставлять интеллектуалов, с которыми в клубе Белая Рысь работает педагогическая династия Климовичей. Сегодня у нас представители двух других отделов художественного и декоративно-прикладного. Итак, на синей половине студии под синим квадратом играет команда Дарьи Бабученко, команда живописцы. АПЛОДИСМЕНТЫ И на красной половине студии под красным квадратом команда Маши Тарасенко, условно называемая Соловьи, потому что они поют и играют. АПЛОДИСМЕНТЫ Даш, ну, вам первой придется определяться, кого отправить на блеф игру, на нашу замечательную Донетку. Кто? Ответит да. Ответит нет. Поверит, не поверит. Кто готов? Пойдет Павел. Маша Тарасенко, кто у вас Донетчик? Свою интуицию проверит Никита. Итак, Паша Бродевикина, вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ И так, начнем. Верите ли вы что? Трехколесные велосипеды были придуманы специально для детей. Да или нет? Прошу. Нет. Почему? Ну, потому что ими пользовались еще в 16 веке, 17 веке. Ну, в 16-17 это ты загнул немножко. 19 век, да, огромные велосипеды с огромным передним колесом и маленькими задними. Да, для взрослых их придумали. Великолепно начал. Пять очков. Отлично. Верите ли вы, что логическую игру под названием ГО, какие шашечки на доске, придумали японцы? Да. На самом деле она придумана в Древнем Китае, сейчас больше в ней играет в Японии, но, тем не менее, теперь вы это знаете. Продолжаем. Верите ли вы, что самый низкий голос у певца – это бас? Да. Да, конечно, а точнее бас. Профундо пять очков Паша принес в команде. Играем. Верите ли вы, что Михаил Юрьевич Лермонтов, к тому же, был еще и талантливым художником? Да. Да, Лермонтов был еще и талантливым художником. Ну, талантливые люди, как доказывает нам пример Маши Тарасенко, талантливы во всем. И последний вопрос, блеф игры. Верите ли вы, что Марс, Марс, еще называют красной планетой? Паша? Да. Да, конечно. Великолепно. Блестяще, блестяще сыграли наши живописцы соловьями. Равная игра 10-10. Дуэль игра вперед! Итак, прослушайте темы нашей дуэльной игры. Пять очных поединков, пять игроков лицом к лицу, пять боев. Первый бой. Начнем с азов. Второй бой. Сложнее. Две буквы. Третий бой. Музыка. Четвертый бой. Живописцы для вас. Живопись. И пятый бой. Все краски мира. У вас есть пять секунд, чтобы решить, кто какую тему себе готов взять. Пять секунд выстекли. Команды закончили обсуждение. Очень быстро приняли решение. Итак, начинаем с азов. Ну, почему с азов, вы помните. С прошлого раза русская азбука, кирическая, начиналась с буквы А. И называлась она Аз. Играем. Начнем с азов. Даша, кого отправляете в бой? Мы выдвигаем Настю. Выдвигаете Настю. Настенька, готовьтесь выдвинуться. Маша, кто у вас знает словарь хотя бы на букву А? Всегда первая, как буква А в алфавите. У нас Даша. Настя против Даши. Вперед! Это первые, как буквы А в алфавите. Прекрасно. Человечество, если верить Библии, началось с него. Прошу. Понятно. Адам. Адам, конечно. Его друзьями были Джин и принцесса Джасмин. Настя. Аладдин. Аладдин. Это вы знаете. Это вы прекрасно выучили. Играем. Его можно назвать, вот журналисты меня поддержат, сладким, сочным полосатиком. Прошу. Арбуз. Арбуз, конечно. Прекрасно. У нас в Белоруссии так называются продвинутые деревни, сравнимые по удобствам с городами. Прошу. Агрогородок. Великолепно. И заканчиваем. Даже у сказочных героев есть он. Например, у дяди Степы дом 8-1 у заставы Ильича. Он есть даже у сказочных героев на букву А. А Низнайка жил на улице Колокольчиков. Может, особняк? Особняк начинается с буквы О на всякий случай. Насте не будете говорить? Нет. Зря. Можно отвечать. Штраф мы не даем. Это адрес. Адрес, адрес, уважаемые игроки. Ну, а адрес нашей студии – это город Гомель, Пушкина, 8. Телерадиокомпания «Гомель». Мы играем в следующий бой. Но второй бой посложнее. Все-таки нужно учесть, что ответ состоит из двух букв. О как! Даша, кто у вас сможет остановиться на второй букве ответа? Я. Прекрасно. Главное – вовремя остановиться. Маша у вас? Ну, а у нас остановку сделает Саша. Итак, Даша против Саши. Вперед! Итак, две буквы. Напоминаю, ответ состоит всего из двух букв. Раз, два. Еще. Так звучит правильный ответ на просьбу «Дай». Даша. Ну? Правильный ответ. Да. Нет. Да – не говорят на просьбу «Дай». Правильный ответ. Студия. Три-четыре. Да! Вот и все. Нужно быть щедрым. Играем. Она после «Ля». Опа. Си. Си, конечно. Дорами вас, оля, Си. Великолепно, Даша. Вот так в прошлый раз журналисты отвечали на вопросы компьютерщики, а компьютерщики отвечали на вопросы журналистов. Все. Относительно. Играем. «Он» – это то, что не стоит пить. «Л». «Л» – это три буквы. Прошу. Не стоит его пить. Вспомнила, да? Ну, говори. Ну, говори. «Яд». «Яд». Но пять очков ты уже не получаешь. Но моральное удовлетворение. Да. И студия аплодирует. «Он» – это один из двух под носом у ведущего. Можно посмотреть. Один из двух под носом у ведущего. Куда угодно смотрит, только не на меня. Даже обидно. Три. Да. «Я? Он?» «Он?» «Яд». Ну, что у меня под носом? Понятно. У меня под носом усы, а один называется «Ус». Вот так. Играем. Это очень жаркое место, куда попадают плохие раки, вроде «пятерку» и прочие грешники. «Ад». «Ад» – это правильный ответ, да. И счет у нас простой. А пять – двадцать пять. Двадцать пять – двадцать пять. Игра равная. Следующий бой. Вперед! Итак, следующий бой. Следующий бой у нас – музыка. Я понимаю, что Даша и ее ребятам будет трудно, но никто вам легкой жизни не обещал. Даша, кто сыграет нам на флейте в «Восточных труб»? Сыграет Кирюша. Кирюша – один из двух близнецов наших. Маша, а у вас есть музыкант настоящий? Есть. Например, я. Скромно, но тем не менее справедливо. Итак, Кирюша против Маши. Вперед! Итак, музыка, музыка, музыка. Такое название. Носит та из семи, которая, собственно, есть и начало, и конец. Маша. А нота? Три, две. Октава. Октава. Понятно. Кирилл, может, вы ответьте? Начало и конец. Одна из семи. Дуо. Дуо. Вы правы. Нота до. До, рэми, фасоль, ле, си. И следующая. Октава. До. Отлично. Кирилл, вот видите, я так серьезно вышел, так подумал, подумал, ответил. Играем. Если исполнителей двое, то это называется? Тихо. У Маши фальстарт. Дуэт. Дуэт – это правильный ответ. Лунную сонату он написал еще до того, как стал терять слух. Маша. Бетховен. Бетховен, да, конечно. Начал терять слух после 11-го года, ну а лунная соната – это начало 19-го века. Играем. Столько струн у обыкновенной скрипки. Три. Три – это Маша Балалайка. Кирилл. Пять. Пять. Итак, урок математики. Складываем ответ Маше с ответом Кирилла. Делим пополам. Находим среднее арифническое. И это правильный ответ. Четыре стороны у скрипки. Теперь вы это знаете. Итак, заканчиваем. Главная часть этого музыкального инструмента любого певца – гортань. Что же за музыкальным инструментом владеет каждый певец? Язык. Язык. То есть музыкант поет языком. Понятно. Маша, у вас есть шанс? Связки. Связки. Ребятушки, если бы это было так, то говорили бы немножко так. Мы начинаем шоу «Связки». А на другом канале мы начинаем шоу «Язык». Шоу «Голос». Голос – самый главный инструмент певца. Теперь вы это знаете. А я знаю, что счет 35-30. В пользу наших живописцев играем. Живописцы великолепно отвечали на вопросы для музыкантов. Ну, сейчас, по-моему, будет наоборот. Тема – живопись. Даш, кто будет рассказывать мне о величайших картинах вообще в мире? У нас главный знаток живописи – Павел. Паша, хорошо. Маша у вас? Никита. О, верю. Итак, Паша против Никиты. Вперед! Начнем. Его Мону Лизу считают величайшим произведением живописи. Леонардо да Винчи. Отличный ответ, да. Играем. Этой геометрической формы самая черная из знаменитых картин. Черный квадрат. Отлично. Владимир Малевич. Столько былинных богатырей на известной картине Воснецова. Три богатыря. Три богатыря, да, хорошая. Девочка с этими фруктами на картине Серова. Девочка и персики. Ну, девочка и персики – это вот немножко не так. Девочка с персиками, скажем так. Да, вот теперь ты это запомнил. Навеки играем. И заканчиваем. Этот вал вот-вот готов накрыть потерпевших королеворужения на картине Айвазовского. Девятый вал. Прекрасно. Как я и предрекал, лучшими зандыками живописи оказались музыканты. Никита, вы сравняли счет 45-45. Следующий бой, вперед. Ну, нейтральная тема. Все краски мира. Все о красках, все о цветах. Кто готов, Даша? Вика. Прекрасно. Маша, кто? А вот и нас Соня. Вика против Сони. Виктория против Софьи. Вперед! Вика против Сони. Вика против Софьи. Вперед! Какого цвета был дуб у лукоморья? Зеленый. Что вы говорите? И это правильный ответ. Лебедь в сказках белая, цветочек аленький. Что такое? Понятно. Фальстарт красненький, а вот волк в сказках какой? Серенький. Серенький волчок и укусит зубочок. Вы правы. Играем. Ну, как известно, дружба начинается с улыбки. А вот река начинается с такого ручейка. С голубого. Прекрасно. На это море летают отдыхать в Айлад, Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Черное. На черное. Понятно. То есть уже в Украине Хургада, а в России Айлад. Прошу. Средиземное. Средиземное. А тема у нас какая? Все краски мира. Современные дети должны знать, что есть еще и Красное море, куда летают отдыхать обеспеченные белорусы. Практически все. Играем. Своим синим цветом этот цветок хорошо выделяется в ржаном поле. Василек. Василек. Наконец-то Софья проявила свою мудрость заключенная в ее имени и ответила правильно. Я вас поздравляю. 60-50. Это чисто ваша заслуга. Браво. Следующий бой. На нашем суперскоростном централизованном тестировании, нашей тест-игре, тема, ну, не профессионалы ведь играют, тема сказки. Окунемся в детство. Даша, кто готов окунуться в детство и вспомнить про серенького там волчка, например, или что-нибудь еще такое? Окунется в детство Кирилл. Кирилл, великолепно. Маша, у вас? Сказки у нас любит Даша. Сказки любит Даша. Кирилл против Даши. Вперед! Итак, руку на кнопку. Три варианта. Один из них правильный. На чем? Незнака и его друзья жили на улице. А. Тюльпанчиков. Б. Колокольчиков. С. Одуванчиков. Б. Прошу. Колокольчиков. Да. Прекрасно. Отлично, играем. Волшебник Черномору Пушкина украл. А. Светлану. Б. Забаву. С. Людмилу. Людмилу. Людмилу, правильно. На всякий случай, Даша, вдруг вы не в курсе, вы вот двумя правильными ответами сейчас выбили 20 очков. Вот так вот. Ого. Ого, да, у нас ставки растут. Играем. Элиза из сказки Андерсона. Для братьев-лебедей плела рубашки. Из А. Ла. Б. Конопли. С. Крапивы. Крапивы. Крапивы, да. И она была в душе белорусской. И она плела рубашки из крапивы. Браво. Плюс 20 очков. Браво. Соловей-разбойник. Соловей-разбойник в мылине шипел. А. По-змеиному. Б. По-гусиному. С. По-кошачьему. Фальстарт у Кирилла. Есть, да, шанс у Даши. Вариант А. Вариант А. То есть он шипел по-змеиному. Да? Да, шипел он по-змеиному. Вы правы. И заканчиваем. Замечательные добрые киносказки про красную шапочку и приключения Буратино были сняты на студии. А. Мосфильм. Б. Беларусьфильм. С. Колумбия Пикчерс. Первый вариант. Мосфильм. Прошу. Колумбия Пикчерс. Понятно. Нет, ребятушки, такие добрые славные сказки снял режиссер Леонид Нечаев на нашем Беларусьфильме. Вот так вот. Теперь вы это знаете, а я говорю, что счет 70-80. Даша вывела команду вперед. Следующий бой. Слайд-игра. Замечательная игра. Очень-очень любят ее наши эрудит-пятерышники. Что может быть проще? Смотришь на экран, видишь картинку, над ней буква, собственно, нужно и назвать, что изображено. Проще не бывает, а 15 очков в кармане у команды. Даша, кто готов? На слайд-игру пойду я. Самого ответственного и сильного игрока прибегла для слайд-игры. Маша у вас? Тоже я. Капитанский бой вперед. Начинаем с выигрывающей пока страны. Ничего сжать не нужно, будем отвечать по площади. Итак, Маша, начинаем. Буква А для вас. Адам. Адам, конечно. Великолепно. Плюс 15. Дашенька, играем с вами. Банкомат. Банкомат. Банкомат, да. Вот так вот она серьезно ответила. Маша, ваша очередь. Валенки. Валенки. Не подшиты старенькие. Отлично. Дашенька, играем с вами. Гречка. Вот, оказывается, она еще цветет так красиво. Прямо дарил бы гречневые букеты. Хорошо. Маша, с вами играем. Дворец спорта. Спорта, понятно. Вот тут тонкость. Дашенька. Ледовый дворец. Нет, это дворец республики в Минске на Октябрьской площади. Теперь вы это знаете. Даша, играем с вами. Европа. Европа, да, узнали. Зелененькая такая. Хотя флаг у нее почему-то синий. Маша, ваша очередь. Жвачка. Вот не бросайте жвачку, очень некрасиво. Согласны? Теперь вы это знаете. Даша, играем с вами. Вот это вот что такое? Вылетело из черной дыры. На букву З. Не? Земляне. Земляне. Да нет, не земляне это. Земляне, они как бы с двумя руками, с двумя ногами и глазами. А тут, по-моему, что-то такое страшное. Маша, может, вы ответите? Звездолет. Звездолет, конечно. Все очень просто. Десять очков на подборе подняла наша Машенька. Играем с вами, Маша. Я. Ослик я. А, ослик я. А то я думал, что вы заговорили по-ослиному. Хорошо, играем, Наша, с вами. Последний шанс. Последний слайд. Клевер. Да, удача вам не изменила. Это четвертый клевер. Прекрасно. Вот так, Рудит Пятерка, пожелала удачи обеим командам. Сохранился разрыв. Несмотря на пожелания удачи, сохранился разрыв в 20 очков. В 130 у живописцев, в 150 у Соловьев. Риск игра решающая. Вперед! Вы все знаете, что на риск игру у нас отправляется самый сильный, самый умный, самый быстрый, в общем, самый-самый-самый игрок. На риск игру пойдет Вика. Прекрасно, Вика. Вы великолепно сыграли в свою очередь, в свой первый выход. Надеюсь, что не подкачаете и сейчас. Мария. Рискнет у нас Соня. Итак, Виктория против Софьи. Вперед! Итак, мы выбрали правильную тактику. Сами вышли на слайд игру. Набрали море очков, как на подборе, так и с игры. И отправили своих самых сильных игроков. Вика у живописцев, Софья, что означает мудрость, у Соловьев. Софья, а вы вот поете или играете? Я играю. На чем? На гитаре. Любимое произведение? Битлз, Yesterday. О, yes, право. Прекрасно. Риск игра правильная. Плюс 20 неправильный. Минус 20. Поехали. Начнем с АЗОВ. Мы повторяем темы дуэль игры. Ответ на букву А. Буквально они самые звездные цветы. На букву А. Астры. А, что так неуверенно? Астры, конечно же! Плюс 20. Вика, разрыв увеличивается. Но, если не уверены, лучше не жмите. Играем. Две буквы. Я считаю, что он обязательно должен быть в голове. Две буквы. Три. Ум. Ум. Вика подтвердила, что он там где-то у нее есть. Играем. Музыка. Тремя китами музыки называют ее танец и марш. Она это? Песня. Блеск. Три кита, три вида музыки, песня, танец, марш. Равный счет 170. 170. Вика, Софья, внимание. Живопись. Этот витебский художник на своих картинах носил свою возлюбленную над крышами родного города. Репин. Минус 20, извините. Хотя под Витебском у него было и менее. Вика, не будете отвечать или будете? Я не знаю. Марк Шагал. Теперь вы это знаете. Софья, вам сейчас нужно ответить правильно, чтобы сравнять счет. Играем. Все краски мира. Для туристов, для гостей со всего мира, наша страна с глазами именно такого цвета. Голубого. А тащи. Ну? Беларусь? Эм, озера. Понятно. Увы, увы, увы. Вика, отвечать будете? А вот нет. Васильковая. На белорусском гербе нет ни одного Василька. Там клевер и лен. Поэтому счет остался прежний, только сдвинулся на минус 20 в каждую сторону. И живописцы одерживают победу. Реационные сувениры и дипломы от телерадио компании Гумель. От меня вам вот просто душевный порыв. Душевное спасибо. Спасибо вам, дорогие живописцы. Я люблю вас, мои милые слови, мои замечательные музыканты и певцы. И люблю всех, кто сейчас нас смотрит. А смотрит нас, я думаю, немалое количество людей, которым нравится и ум, и сообразительность. Ну и вот такие вот молодые, новые, веселые, обаятельные лица. Поиграли, повеселились. Ну что ж, дело время, потихий час. Скоро в школу, в понедельник. Мы не прощаемся с вами, мы говорим до свидания. С намеком, все-таки школа. Смотрим пятерку. Получаем десятки. Играем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ